Это там, где бородатый этот молодой человек, которого там подстрелили, подрезали, что-то такое, да, вот это вот? Да-да-да-да, ну там вы можете посмотреть на юге России в Краснодаре, у него есть ролик «Меня почти убили». Вот, значит, после этого были некоторые каналы там, начали высказывать сомнения, что... Больше 50 блогеров, Юрик, а ты до сих пор орешь, что нападение было. Там вроде как то не сходится, это не сходится, но дальше начались странности. Странности такие, что, во-первых, Вадим, а у меня... Странность была уже в самом видео Харченко, где вся постановка была видна, поэтому и более 50 блогеров про это начали говорить. С Вадимом мы были знакомы, и... А что, уже больше не знакомы? Знакомы, знакомы, вы теперь инфернальный интернет будущий. Саша Балу был знаком, у меня, значит... Чему был? Вы все знакомы, вы все из одного цеха, ребята. Итак, на одном из каналов Юрий Гиммельфарб комментирует или отвечает на вопрос все еще о ситуации с Харченко. Вопрос был следующим, как Юрий Гиммельфарб относится к этой афере, считает ли он это аферой. И Гиммельфарб комментирует в своем духе, что, конечно же, ничего страшного с Вадимом Харченко не было, Ну, развел людей на бабки. Ну, кто из блогеров этим не занимается? Ну, чуть было не добавил, я ведь тоже такой. Ну, правда, вовремя остановился. Так вот, интересно, не комментарий Юрия Гиммельфарба. Это было очевидно, что он именно так и скажет, сколько бы времени не прошло. А интересно то, что в это дело все еще всписывается дебильник. То бишь, Юрик в фекалиях по шею с вазиком. То есть, они повязаны были кровью, потом и, наверное, узами кровными, так сказать. Ну, тогда скажу я тебе, Вилька, ты по самой ноздри в фекалиях с историей с Сергеем Марченко. Ты думаешь, что мы все просто так это забудем? Нет, мы не забудем. И я не один блогер, кто начал говорить на эту тему. Напомню для зрителей, если вы вдруг не в курсе. Можете пройти по ссылке и посмотреть еще раз мой ролик о афере Сергея Марченко. Назвать этот ролик, наверное, нужно было «Марченко хуже Харченко». Вот такая вот игра фамилий. Но на самом деле, действительно, на YouTube очень много различного рода аферистов и мошенников. Один из них – близкий друг Вильки Варкентина Сергей Марченко. Этот человек в конце декабря прошлого года устроил акцию, в которой призывал людей донатить ему активно деньги. И обещал, что на эти собранные деньги он купит подарочки бедным деточкам в детдоме. А я напоминаю вновь прибывшим или тем, кто здесь сидит, что мы собираем денежки на подарки деткам в детский дом. Берем подарки, потом вместе с вами решим, я прозвоню в детские дома, выберем самых маленьких деток и решим, что покупать и решим, в какой детский дом. Ту информацию я предоставлю вам, мы это дело обсудим в прямой трансляции вместе с вами. И устроим праздник показательно. Именно я понимаю, что там все там типа добрые дела любят тишину. Это бред, который придумали те, кто просто не способны на большее. Делайте, ради бога, делайте, делайте, другим не указывайте. Я использую все свои ресурсы, все свои возможности, чтобы это придать максимальной огласке, чтобы больших людей задействовать в этом. И так, ладно, шутки шутками. Мы собираем денежки на подарки детям в детский дом. Никаких подарков, конечно, к Новому году не было, да и не могло быть от такого человека. Дальше вы посмотрите, как он вообще смотрит на жизнь, на подписчиков, какое у него отношение ко всему этому. То есть лично для меня очевидно сразу, что это аферист, но люди ему поверили. Через какое-то время они начали его спрашивать, ну что Сережа, как там дела с подарками? Сережа поначалу, не зная, куда выведет вся эта история, начал врать, дескать, не переживайте, все хорошо. Подарочки сделаны, видео заснято, счастливые глазки, благодарные детские ручки. У меня просто времени нет это видео смонтировать. Подождите немножко, все будет. Да, естественно, я перед вами отчитаюсь, я покажу все чеки, я покажу, что я купил. Я сниму это на видеокамеру, вы увидите эти счастливые лица, счастливых детей. Это вы каждый будете понимать, что сделали это вы тоже вместе со мной. Я не собираю их для себя, я сам болею, но мне не так нужно, как этим детям. Поэтому я готов через себя это все сделать. Миша, не то, что получили, а ролик готовится. Я же объяснял, те, кто трансляции внимательно смотрели, я им объяснял, что ролик будет готовиться качественно. Потому что упомянуть надо всех, кто это делал. Просто вы, может, невнимательно трансляции смотрели, я их могу открыть снова, вы можете их снова пересмотреть, если это необходимо. Васька, Васька, я же никак не успокоиться. Ролик может делаться и полгода, может делаться один день. Если монтажом не занимался, то, ну, почитай, узнай, как монтаж делается, там, изучи эту всю тему. Я уже много раз объяснял, что я сейчас, мне некогда заниматься ютубом. Я живу в гребаной деревне, в которой нужно искать заработок, мне нужно делать ремонт, мне нужно заниматься огородом. Я, как ютубер, сейчас ничего из себя практически не представляю. Я не занимаюсь ютубом. Игорь Белов, я тебе могу предложить приехать ко мне, сесть за компьютер и заниматься монтажом. Если у тебя время есть на это, у меня времени нет. Так вот, через какое-то время люди начали прозревать, что, видимо, никаких подарков в детском доме не было, да и не планировалось. Люди стали более жестко задавать свои вопросы из раза в раз. Ну и как поступил Сережа Марченко? Да очень просто. Он послал всех на три буквы, сказал, что каждый, кто только откроет рот по этому поводу, будет забанен на его канале. И отвечать на все это он не стал. А я его вообще не монтирую, Виктор. Я вообще не монтирую его. И показывать не собираюсь. Можешь успокоиться. Вообще не собираюсь показывать. Те, кто донатил, те увидят. Или увидели уже некоторые. Чего ты взял, что тебе что-то показывали? Я это делал не для показухи, не для хайпа, а для того, чтобы просто помочь людям. И устроен праздник показательно. Именно я понимаю, что там все, типа, добрые дела любят тишину. Ну, это бред, который придумали те, кто просто не способны на большее. Делайте, ради Бога, делайте, делайте, другим не указывайте. Я использую все свои ресурсы, все свои возможности, чтобы это придать максимальной огласке, чтобы больших людей задействовать в этом. и говорил, что монтировал, перестал монтировать, бросил. Да, переобулся, просто переобулся. Да, переобулся. Мало ли что я обещал. Когда я обещал, тут уже вопрос времени. Любое упоминание о донатах детям, о провокации такие вылетают, все в банке. Пока несколько других блогеров заинтересовались этим вопросом и начали выпускать осуждающие видео. Я в том числе. И после моего видео, а нужно сказать, что прошло, господа, больше чем полгода, он решил, так сказать, отчитаться об этих деньгах и якобы вернул деньги людям. Но это неправда. Потому что те, кто требуют свои деньги на его канале, забанены. Они пишут мне и другим блогерам, кто занимается этим вопросом. А на публику Сережа Марченко демонстративно во время стрима перевел 300 и 500 рублей. Проблемочка, правда, в том, что люди переводили по 3000 и по 5, а назад получили по 300 и 500. Вот такая история. Я знаю, Света, ты сидел, он 50 долларов, он получается 150 долларов перечислил в общей сумме. 50 мне, 100 детям. Владимир у нас сегодня 10 тысяч рублей перечислил по нашим деньгам. Я в жизни таких денег от одного человека не получал. И Оксиновый 500 рублей я тоже перевел. Какие еще будут вопросы? Кого защищает Вилька Варгентин? Мне, кстати, очень неприятно называть его Вилькой. Но нужно, в конце концов, показать этому желтому, что и его имя могут каким-то образом принижать или коверкать. Дело в том, что у Варгентина такая манера. Он ко всем мужчинам, кто старше себя по возрасту, обращается свысока снисходительно. Стасик, Стасян, Виталька, Юрик и так далее. Но при этом он забывает, что у него тоже есть имя, которое можно перековеркать как угодно. Просто порядочные люди обычно этим заниматься не хотят. Это на самом деле неприятно. Но показать ему, что его имя раскладывается на десятки неприятных для него вариантов, возможно. Если ты, Вилька, не успокоишься, я тебя в следующих видео буду называть, ну не знаю, Валюшкой, может быть. Или, как тебя называют в городе Орске, Васькой. А почему в Аргентина называют Васькой в городе Орске? Я как-нибудь сделаю отдельный ролик. А сейчас вернемся к истории с Марченко и посмотрим, как этот человек обращается со своими подписчиками. Вы начали охреневать. Вы начали себе позволять все, что угодно. Начали писать всякие гадости. Естественно, я изменил свое мнение, потому что с чего это вдруг я буду позволять, чтобы такое происходило. Вы на что надеетесь, что я буду какой-то там марионеткой вашей на поводке у вас ходить или что? Пусть он дальше добрым и остается. В наше время, в нашей жизни, ты знаешь, с добротой многого не добьешься. И много чего мне купили. Вот блогерам, опять же, к другим обращаюсь. Много чем помогали мне. Мне веб-камеру, которая висит, вот эту веб-камеру, мне Женя Малков прислал из Красноярска. То есть многие вещи мне дарили подписчики. Покупали, отправляли, присылали. С Краснодара подписчик позвонил мне тоже так же с просьбой, чем тебе могу помочь. Я же говорю, какая может быть лояльность у меня в то время, когда столько дебилов вокруг. Ничего, жалеть кого-то или что. Человек, который вчера на свой день рождения, у него вчера был день рождения, на свой день рождения перечислил мне 500 рублей. Понимаете, у него день рождения, а он подарок делает мне. Если вы ко мне относитесь, хрен пойми как, я что вас должен любить, уважать и пылинки с вас сдувать. Это на другие вон каналы где-то у вас облизывают. Просто бывает еще такое, что есть подписчики, которым, например, мое поведение или мой образ жизни, или мои ролики очень нравятся. Господи, какие вы идиоты. А как я могу тебя отблагодарить? Я говорю, поставь лайк, напиши комментарий. Он говорит, нет, я не об этом. Может быть, ты в чем-то нуждаешься. Может быть, тебе что-то нужно. Я говорю, ну в принципе, мне нужно это, это и это. Вот, например, петличка, которая на мне вот одна, и там лежит вторая. Это петличка, которую мне подарил Максим Шайтан вместе с его братом, с Александром Шайтаном. Что-то вы, по-моему, реально, говорю, путать начали. Вы думаете, вам что там, какие-то добренькие блогеры, которые будут вот это все говно терпеть или что? Вон, идите к немцовым всяким антидотам туда. Потом был разговор за микрофон. Что? Сейчас покажу. Микрофон хочется. Вот этот микрофон мне также купили подписчики. Я, блин, прошу отписываться, они берут, подписываются наоборот. Вы нормальные, нет? За что у тебя на канале можно получить бан? Да за все, что угодно. Просто не понравится общение, бан получишь. О чем проблема? Что такого, я не могу понять. Вот, по поводу донатиков продолжим. Есть еще такая функция. Спонсировать. Понимаешь, я уже тысячу раз вам показывал и вводил вас в заблуждение. Я могу любую инфу скинуть, которая просто вас уведет от сути, от правды в сторону. И вы будете убеждены, что это правда. Вы будете еще два месяца это обсуждать. И через два месяца, когда я вам скажу, что это был вброс, вы все равно продолжите это обсуждать. Вот такая вы натура, народ такой. Господи, какие вы идиоты. Я могу даже перестать записывать ролики, перестать стримы запускать, и обо мне все равно будут говорить. Еще раз повторю, я понимаю, что у нас много там сотрудников полиции из блогеров, бывших, нынешних, там скрытных, что никаких ответов, никаких объяснений для вас не будет. Вы как появились на ютубе, так вы с него исчезнете. И что вы думаете, в глазах Будильника это постановка или афера? Нет, все нормально. И он ничего по этому поводу не сказал и не скажет, и осуждать не будет. Не будет никаких 50 частей о Сереже Марченко. Забудьте, не будет даже двух частей, осуждающих такое некрасивое поведение блогера. Потому что Сережа Марченко является близким другом Вильгельма Варкинсина. Вот только по этому факту мы понимаем, что в фекалиях не Гиммельфарб, а Варкинсин. Ведь Гиммельфарб себя разоблачителем не называет. Гиммельфарб – сторонний человек, он мог высказаться, а мог и нет. А вот Будильник, назвав себя великим разоблачителем нашего информационного пространства, спокойно закрыл глаза на эту историю, погрузившись в фекалии Марченко действительно по самые ноздри. Понимаете, произошла для Гиммельфарбы страшная вещь. Если я стану известным человеком в политическом Рунете, то блогера Гиммельфарбы не станет. А почему? Ну, потому что он поддерживал мерзкие постановки Вадима Харченко и вовремя не соскочил с этой темы. Ну, он просто должен был объявить о постановке, попросить прощения у всех зрителей. А он продолжает вписываться в эту постановку и играть в карты с шулерами. Нет, Варкентин, ты не станешь известным человеком, потому что в этой истории ты запачкался очень серьезно. Гиммельфарб не называл себя разоблачителем, он не должен был ничего объявлять, как ты говоришь, и просить прощения. Это ты обязан был разобрать историю с Марченко точно так же нелицеприятно, как и с Харченко. Но ты этого не сделал, потому что он всячески подлизывает, тебе и все это знают. Вот именно поэтому, Варкентин, ты не объективный блогер. Ты, когда захочешь, а может быть и по заказу, будешь давить одного в 50 частях, а другого, который поступил еще хуже, чем Харченко. Ведь он играл на человеческих эмоциях. В этой истории были деточки из детдома. Тебе не жалко деточек из детдома, Варкентин, это странно. Почему ты так сильно осуждаешь Харченко, собирающего на свое мнимое лечение? А здесь ничего не было сказано про человека, который банит любого, кто задает вопросы о своих деньгах, кто перевел якобы назад в 10 раз меньше, чем получил. Ну и не говоря уже о том, что врал большому количеству людей, разведя их на донаты деточкам из детдома. Ты об этом не говоришь, подписывая себе фактически смертельный приговор как разоблачителю в кавычках на YouTube. И отмазаться теперь в Аркентин не удастся. Ну вот не удастся никак. О том, что якобы Сережа все объяснил, не срабатывают. Потому что ведь и Вадим Харченко вроде бы все объяснил. Но тебе, вот лично тебе, этих объяснений недостаточно. Тебя прет по-прежнему, и ты как-то вовремя не соскакиваешь с этой темой. Интересно. Ну он просто должен был объявить о постановке, попросить прощения у всех зрителей. А он продолжает вписываться в эту постановку и играть в карты с шулерами. Но это еще не последняя претензия к будильнику в деле Харченко. Давайте послушаем, в чем еще обвиняет будильник Гиммельфарба. Он рассказал об этом, после чего он попросил подписчиков ему помочь с деньгами. Не он попросил, и ты тоже просил подписчиков помочь ему с деньгами. Ха-ха-ха, будильник, но проблема в том, что ты тоже просил переводить, донатить Вадиму Харченко. И этот факт зафиксирован. Вадиму на его лечение, я прикручиваю ссылочку на вот это видео в описании, а у него есть там на его канале ссылки на его кошельки. Я не могу его задать, потому что получил уже массу вопросов именно к вам на наших прошлых эфирах. Люди спрашивают, что там за ситуация такая с блогером Харченко. Пишут, какой-то там конспиролог в Аргентине чего-то разоблачил там. Ну, я этому человеку, честно, не знаю, как его зовут. Ну, скажу, я не являюсь конспирологом, я являюсь социальным работником, таким чистильщиком интернета. В том числе и разоблачаю аферистов вроде Юрика. Ах, Варкентин, ах, желтый, кем ты только уже не являлся. И журналистом назывался, и народным журналистом. Ну, вот теперь оказывается социальным работником, кем ты, конечно, не являешься. И никаким чистильщиком интернета ты тоже не являешься по факту. Потому что на крупную аферу Сережи Марченко ты просто-напросто закрыл глаза. Так что забудь, эту историю тебе будут неоднократно напоминать я и остальные честные блогеры. А вот то, что ты являешься конспирологом, в этом ни у кого нет ни малейшего сомнения. Потому что только конспирологи верят в то, что нашу Землю оккупировали нелюди и твари. Что здесь происходит жертвоприношение. Что существуют мировые заговоры. И на нашей планете действует мистический цех, о существовании которого знает только Варкентин и Форум 911. Ну вот так, Варкентин, это фактическая часть. Конспирологом ты являешься, но не разоблачителем, не чистильщиком, не социальным работником, не журналистом. Далеко не являешься обычным парнем. Хотел бы я назвать слово пиздоболом. Ну ладно, я удержусь от этого громкого эпитета. Связавшись с Сергеем Марченко, ты даже не понял, как ты расписался в собственном непрофессионализме, как блогер-разоблачитель. Ну и, конечно, никакого большого будущего. А, скорее всего, кризис осенний на носу. Ну ты понимаешь, о чем я говорю. Много стресса, переезд в другую страну. А нормальному человеку нужно было бы, ну, по паркам погулять, по городу. А ты сидишь в келлере, одинокий, покинутый. Без семьи, без детей, 35 лет, без профессии и даже без знания немецкого языка, который тебе так необходим для подачи документов. Печальная история, Варкентин. Ты подумай о том, что хотя бы на YouTube тебе нужно навести порядок в своих делах. Если ты назвался разоблачителем, ты должен разоблачать любых негодяев. Даже если эти негодяи твои друзья иначе, грош тебе цена.